Всем добрый вечер! Мы с вами на Барсе, меня зовут Майя Гуринович и у меня в гостях сегодня путешественник, яхтсмен Евгений Романов. Жень, из твоих таких последних, дай бог не последних достижений, так сказать, это путешествие на яхте в одиночку по Балтике от Готланда до Калининграда. Да. Ну вообще ничего себе, ты расскажи о нем, давай сначала с него начнем, а потом вообще как-то дошел до жизни такой, до яхтинного спорта, до яхтинга. Ну, на самом деле, если бы у меня была возможность идти не в одиночку, я бы, конечно, пошел не в одиночку, но, к сожалению, одна помощница мне отвалилась, второго не пустили в Швецию, но сейчас у нас проблемы вообще в мире, поэтому пришлось идти одному. Это был мой первый опыт таких дальних переходов. В одиночку? В одиночку, естественно, да. До этого я ходил только вместе с помощниками. С командой, наверное, да, с командой. Идея купить яхту в Швеции у меня была еще, наверное, года два назад, и вот в этом году решил, что надо наконец ее исполнить. Как звучит идея купить яхту? Каково это? Я не буду, конечно, спрашивать, сколько это стоит, но каково это вот обладать яхтой? Простому ивановскому ивановцу. На самом деле, непросто. Яхта – это достаточно много забот, тем более, ну, хватило у меня на очень старую яхту, ей 50 лет, но она еще в очень хорошем состоянии, бодрая, да. А у нас они поближе-то негде было их взять? Ну, просто у нас это стоит сильно дороже. А, вот в чем. Да. Я знаю, что ты, как начал, началось это путешествие уже почти с первых там часов, непросто, да? У тебя там мотор? Ну, да, яхта не новая, были проблемы с мотором, то есть не успел я от Готул отойти, мотор заглох, аккумулятор сел, и поэтому мне пришлось идти под парусом до Калининграда, до Балтийска. Это сколько по времени? Ну, по времени это заняло двое суток. Ничего себе. Да. Погода была... Ну, к счастью, я подгадал нормальную погоду, чтобы был подходящий ветер, чтобы можно было идти под парусом, потому что, как правило, когда делаешь дальние переходы, ну, нужно смотреть, выбирать погоду так, чтобы в случае каких-то форс-мажоров у тебя была хорошая возможность завершить задуманное. Да. То есть у тебя заглох мотор? Да. И ты вынужден был... Погода-то хорошая, но ветер-то не особо, наверное, да? Ветра было, кстати, по-разному. Да? Был практически штиль на второй день, когда вот я стоял, там еле полз, фруса просто болтались из стороны в сторону на волне. А нельзя было вернуться обратно? Ну, просто я уже решил, что, ну, надо идти, и решил, что не стоит возвращаться. Там это было связано еще, опять же, с непростой ситуацией в мире. Ага, ага, ага. То есть туда-сюда? В общем, я... Да. Никак. То есть ты отправился, мотор, значит, накрылся, и он вообще не включался? Ну, к счастью, у меня на яхте стоят солнечные панели, поэтому за два дня аккумулятор зарядился, и мне вот перед заходом в Балтийск удалось все-таки мотор завести и своим ходом. Это перед самым прибытием? Да, перед самым прибытием буквально вот за час. Ага. То есть так вот ты за сколько преодолел? От Готланда до Калининграда? Это сколько? Ну, я рассчитывал где-то там где-то сутки, может быть, около полутора суток. А получилось? Получилось двое. Ну, всего лишь, да? Бессонных ночей, там, дней. Ну, да, Балтика регион непростой, и за эти двое суток удалось поспать там два раза по 30 минут. Вот так. А как это вообще? На самом силе воли? Ну, морально выливые, да. Вообще. Ну, человек должен быть все-таки готов к тому, на что идет. Ну, ты, наверное... Это было среди вариантов в твоей голове? Да, конечно. Такой вариант тоже я рассматривал, поэтому вот. Очень непредсказуемая погода, то есть даже несмотря на выбранный, как бы, это называется у нас погодное окно подходящее, все равно там был и почти штиль, и прилетал там шквал, например, где-то до 30 узлов ветра, когда яхта под зарифленными парусами прямо там неслась, 7 узлов с лишним, вода под форштернем рычала. Прямо так вот. Вот так вот? Да. Ничего себе. И ты... Это у тебя было впервые, что ты один на судне, да? Да. Ну, наверное, раньше какой-то опыт был, и это тебя как-то закалило, да? Ну, естественно, был опыт. Вот. Я вообще за кормой оставил больше миль, чем их укладывается в экваторе. Да ты что? Да. Это за сколько лет? Это, ну, вот с 2005 года, это уже почти 20 лет. Вот у тебя стаж какой. Да. Стаж. Ну, понятно, что я не все это время. Обычно удается где-то вот, ну, несколько недель в году посвятить занятия. А как ты вообще связался с этим яхтенным делом всем? Я знаю, что у тебя такой бэкстейдж, как это называется? Бэкграунд. Бэкграунд, да. Непростой, немаленький. Да. Ты был капитаном экспедиции научной на Дальнем Востоке. Ты был инструктором даже... Много. Кем был, совершенно верно. В серьезных местах. Сейчас мы об этом поговорим. Как ты стал заниматься яхтой? Ну, наверное, это у меня вот с детства любовь к парусу, к ветру. Начинал я еще там школьником радиоуправляемый яхт у нас тут делал. Был такой ДСАП раньше, в советское время. Участвовал даже в соревнованиях. И третье место на чемпионате России однажды завоевал. Потом виндсерфинг. Это, значит, мой первый шаг в большой парус. Ну, и в 2005 году я первый раз попал на яхту. И мне это настолько понравилось, что вот теперь каждый отпуск стараюсь проводить на яхте. То есть ты это сделал как бы не только своим хобби, но и работой на какое-то время, да? Ну, постепенно это в какой-то степени стало и работой. То есть сначала это было просто хобби. Я собирал друзей. Мы арендовали яхту где-то там на Средиземке, на Канарах. Ходили там в эти путешествия под парусом. Для удовольствия, да? Для удовольствия, да. Ну, потом постепенно затянуло. Потом на тех же Канарах ты инструктировал, да, как это делать? Да. Дело в том, что я учился в школе Королевской яхтенной ассоциации английской. Это одна из самых уважаемых организаций в яхтенном мире. Англичане там яхтингом занимаются уже много сотен лет. Ну, ты сразу так вот основательный, да? Не просто там как-то для себя курсы какие-то, не знаю. Нет, ну, естественно, сначала это были курсы для себя. Там на самую первую ступень, там минимальную, которая позволяет управлять яхтой. Там в знакомых водах, в хорошую погоду. Потом постепенно набирался опыта. Там были сложные курсы. И дошел до самого главного. Как это назвать? Лицензия Яхтмастер Оушен. То есть, по-нашему, это яхтенный капитан неограниченного района плавания. Была коммерческая лицензия. Ну, до всех этих событий английской, которая позволяла работать на яхте. Ну, чем ты и занимался, наверное, да? Ну, да, во время отпуска было дело. Подрабатывал. А, то есть, все-таки это во время отпуска основная работа? Это не основная работа, конечно, да. Основной работой это у меня было один раз, когда, ну, в общем, я вернулся из Кореи, где я работал два года по контракту. И перед тем, как вернуться на свою нынешнюю работу, у меня было где-то сезон там полгода, когда я работал капитаном экспедиционной яхты, ходил с учеными, которые изучают морских млекопитающих. На Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке это было, да, от Владивостока до Камчатки, Курильские острова, Командорские острова. Слушай, ты как вот в кино, как будто или в книге в какой-то, нам рассказываешь вообще. Как так вот? Простой ивановский парень, я опять все акцентирую. Кем надо работать, чтобы яхтами, если бы можно позволить, заниматься? На самом деле работать-то можно кем угодно. Да, ты так считаешь? Было бы желание, да. То есть, насколько доступен этот вид спорта? Ну, яхтинг – это не только спорт на самом деле. Есть парусный спорт, когда люди участвуют в соревнованиях, гоняются, получают адреналин. Я сам это люблю. Но я гоняюсь в основном на винсерфах, на парусных досках. Яхтинг – это и какие-то там прогулки на яхте, получение удовольствия, то есть, прийти в какую-то там красивую бухту, встать на якорь, там, искупаться, посмотреть красивые кораллы, не знаю. Как бы не спорт совсем, да, а так, для удовольствия. Да. И это основная часть, на самом деле. В основном люди за этим, за этим туда приходят. Есть варианты, вот, значит, когда учёные изучают, там, какие-то… Экспедиции. Да, экспедиции научные. Ну, или просто там перегоны яхт. И возвращаясь, так мы и не выяснили, то есть, ты по основной профессии кто? По основной профессии я инженер-электроник, работаю в компании «Нейрософт». Ну, и очень это всё, как бы, не так увлекательно, как на яхтах, да? На самом деле это тоже интересно. Работа мне по душе. Ну, нескромно скажу, что я один из лучших разработчиков в компании. А компания эта, между прочим, поставляет медицинское электронное оборудование на мировой рынок, там, и в Америку, и в Европу, там, и сейчас в Азию очень много. Да, мы про вас не один репортаж уже снимали, да, и регулярно сообщаем о ваших достижениях. Нескромно скажу, что достаточно много из этих приборов разработал я. Вот так вот. Да. Ну, вот всё-таки, значит, непростой ивановский парень, поэтому я туда вот и клоню, что яхта-то это всё-таки такое недешёвое удовольствие. Ну, я не знаю, абстрактно, вот сколько стоит яхта? Можно такой вопрос задать? Не именно твоя, не именно... А вот человек, который захотел купить, ну, вот на что ему рассчитывать? На самом деле зависит от того, какая яхта, где яхта. Есть варианты яхт, которые в той же Швеции продаются, ну, условно говоря, там, за 2000 евро. К примеру. Ну, это доступно как бы, да? Ну, просто сейчас, в наше время, эту яхту оттуда не вывезешь. Ну, просто никак. То есть, эта яхта не для морских путешествий, это вот, ну, на речке покататься можно там где-то на озере. Ну, в Плёсево у нас тоже есть техцмены, да? Да. Вот. Но, к сожалению, сейчас это можно купить в Швеции, но нельзя на ней прийти практически нельзя в Россию. Практически нельзя в Россию. Сейчас, да. Нацелесообразно. Нацелесообразно. А, хорошо, а ты на своей яхте где планируешь? Вот на новой, вновь приобретённой? Я её планирую всё-таки на ней прийти сюда и где-то здесь, на Волге, вот. Ну, для своих внутренних путешествий по стране, я имею в виду, да? Да, да, по стране. Уж такие вот рекорды уж не будешь? Нет. Нет, это рекорд был вынужденный. Давай поговорим вот об этой вот экспедиции на Дальний Восток. Что тебя в научную экспедицию толкнуло? Меня очень, на самом деле, заинтересовал наш Дальний Восток, потому что от яхтинга я в том числе получаю впечатление от посещений новых мест. То есть, вот, очень захотелось мне увидеть наши вот Курильские острова, Сахалин, там, Командоры. И через знакомого нашёл вот научный руководитель, который занимается программой по изучению Сивучей, совместной американо-российской программой, ещё с времён Советского Союза. Списался с ним, созвонился. Они как раз в 20-м году купили яхту в Америке и искали себе капитана. И ты, да. Весь в белом. Весь в белом, как сейчас, да. То есть, мы с ними, я с ним созвонился, договорились. В 20-м году я на этой яхте прошёл по Курилам в качестве старшего помощника и на следующий год уже работал на ней капитаном. Да, то есть, яхта стартовала во Владивостоке. Тоже там была длинная история про то, как её спускали. Была проблема найти плавкран. А яхта очень тяжёлая. Она весит 50 тонн и 20 метров длиной. Это большая яхта, прям такая серьёзная. В итоге там дошли до губернатора, дошли до адмирала флота, и адмирал прислал нам военный кран. Вот так вот? Да. Да, спускали военные, потому что гражданские все были заняты. Дальше мы пошли по научной программе обслуживать автоматические камеры, которые находятся на лежбищах морских котиков. Ой, ну прям National Geographic. Какой-то, да? Да, ребята работают и с National Geographic тоже. Но в нашей экспедиции их не было. А так они, да, то есть автоматические камеры снимают морских котиков. Ой, этих, не котиков. Ну, их тоже, да, и сивучей. Делают они облёты лежбищ, делают фотографии панорамные, считают там популяцию, как она развивается, смотрят миграцию, то есть морские котики, сивучи, морские львы по-нашему. Они похожи просто, да. Они вместе живут, на самом деле, там на одних и тех же лежбищах примерно, как правило, то есть отслеживают перемещения по меткам, которые они ставят на морских сивучей. Ну, очень такая интересная у них работа. Твоя задача была их как бы просто транспортировать. Да, то есть моя задача была быть капитаном на этой яхте, которая была их транспортным средством, то есть лежбище есть на острове Монерон, это в районе Сахалина, лежбище есть на Курильских островах, лежбище есть на острове Медном, это самый восточный остров из Командорских островов, дальше уже начинается Америка, Левудские острова. И на этом острове Медном, кстати, у них на лето они забрасывают экспедицию научную, то есть несколько человек живёт в домиках, изучает вот морских мекопитающих. И одна из моих задач в том числе была заброска их и снятие обратно в августе месяце. Ну, наверное, вот это путешествие на Дельный Восток, оно отличалось от предыдущих твоих как минимум климатом, да? Что ты там обычно, где тепло и жарко и комфортно, а тут немного по-другому всё было, наверное. Ну, климат там непростой, но яхта была на самом деле очень приспособлена для этого климата. Она имела пайлот-хаус, это закрытая рубка, то есть на улице, например, плюс пять, а ты сидишь там в одной тельняшке на капитанском вот этом месте, капитанском мостике, если так можно сказать, про яхту. Ну, а ты в основном путешествуешь там, где тепло, яхтингом занимаешься? Было и тёплое, конечно, в основном в тёплых местах, но была и Норвегия северная, заполярная, был у меня поход на Шпицберген, причём на такой яхте, на самой обычной, где вот сидишь под открытым небом, там где-то около нуля температура. И да, были в северной Норвегии у меня экскурсии, экскурсии с ребятами, которые ныряют с касатками. Это в ноябре месяце касатки приходят в норвежские фьорды питаться этой селёдкой норвежской, а ребята с этими касатками ныряют. Вот, и я вот в них тоже был капитаном. Это даже там где-то до минус пяти доходило. Так вот. Такой суровый яхтинг. А тебе где комфортнее, интереснее? У меня вот как бы три места, которые мне больше всего нравятся, наверное, это Кариба. Очень красивые места. Был в тех местах, кстати, где снимались пираты Карибского моря. Да ты что! Да, прямо вот реквизиты там остались ещё. Какой-то музейчик небольшой от этих съёмок. Очень мне нравится, кстати, Таиланд, район Пхукета. Очень красивые места. Там белый песок, пальмы, кораллы. Вот это вот всё острова, которые вертикально торчат. Пхипхи, что ли? Пхипхи? Ну, Пхипхи, он немножко заезженный туристически. А вот если уйти на яхте подальше, вот там начинается красота. Это вот твой топ, да? Это вот три топа. Я даже не знаю, какой из них больше выделить. И Северная Норвегия летом. Очень красивые фьорды. Просто потрясающе. У нас-то есть куда съездить, посмотреть на яхте. У нас вот из того, что у нас, мне очень понравился наш Дальний Восток. Просто супер. Камчатка. Там вот эти бухты камчатские. Они, кстати, очень похожи на норвежские фьорды, некоторые из этих бухт. Очень красивые Курильские острова, вулканы. Касперский, если слышали про такого. Антивирус, конечно. Конечно, да. Вот он очень любил путешествовать по Курилам. И даже составил у себя в блоге такой короткий путеводитель по Курильским островам, где описывает всю вот эту красоту, которая у нас там есть. А что же ты сейчас будешь делать в связи с этой всей политической ситуацией? Где ты сейчас будешь на своей новой яхте разъезжать? Ну, сейчас я приобрел яхту, чтобы понять, каково оно быть владельцем. Сейчас я пока планирую где-то вот, либо у нас тут на реках, озерах, может быть, немножко по Балтике в районе Петербурга и Выборга. Ну, в дальнейшем, конечно, хотелось бы наш Дальний Восток захватить. А вообще, ну, купить яхту, это, конечно, круто и прекрасно, но её ещё надо содержать. Её надо, наверное, она же не будет стоять, как машина там под дождём и снегом. Да, это тоже одна из более владельцев яхты. Ну, считается, что содержание яхты стоит примерно 10% её стоимости в год. Угу. Вот так вот. Вот, поэтому, когда яхту покупаете себе, сразу рассчитываете. Да-да-да. А старая яхта, может, даже и больше. А, вот так, потому что за ней больше как-то... Ну, там ремонт, да, вот это всё. Ухода больше. Ухода больше. То есть стоит она относительно недорого, а ухода требует много. Я знаю, что у тебя ещё одно есть хобби. Такое более, значит, приземлённое, можно сказать, но, можно сказать, что и более творческое. Ты танцами увлекаешься, да? Есть такое. Но не на профессиональном уровне, или вы всё-таки, по-моему, участвовали в конкурсах даже? Ну, это любительские конкурсы, но танцы – это очень хорошее занятие, очень полезно оно и для здоровья. Безусловно. Нормализация сердечно-сосудистой системы и как физические нагрузки. То есть, не знаю, там тягать, как какое-то железо в спортзале или там просто бегать. Ну, это не так интересно. А здесь тебе и физические нагрузки, и просто приятно там танцевать с партнёршами там, с красивыми. Это хастл, да, у вас? Ну, да, у вас был в прошлом году наш руководитель, один из лучших учителей танцев Иванова, Кирилл Калмыков. Я занимаюсь у него. И это как бы немножечко раскрой, чем вы там занимаетесь. То есть, это импровизационные танцы с разными партнёром, не как вот бальные танцы, да? Да, в отличие от бальных танцев, где у тебя своя пара, где вы там учите какую-то схему, основное внимание там, наверное, уделяется технике, то здесь танец построен на импровизации. То есть, есть какие-то фигуры, которые ты знаешь, которые ты можешь построить, ну, это как беседа, условно говоря, только это беседа в танце. Ты знаешь слова, ты можешь строить из них предложения, и точно так же в танце. Ты знаешь фигуры, ты можешь строить из них какие-то интересные композиции, ну, и обыгрывать мелодию. Это очень интересно. Жень, я знаю, что ты имеешь непосредственное отношение к занятиям виндсёрфингом в Ивановской области. Да. Расскажи. Можно сказать, что я сейчас, наверное, один из старейших виндсёрферов в Ивановской области. Да ты что? Как нам повезло. Я начинал заниматься этим ещё в студенческие годы, в 90-е, когда учился в Энерго, в лагере Энерго. Это, по-моему, до сих пор ещё сохранилась та доска, на которой я учился. В начале 2000-х у нас была даже какая-то тут компания виндсёрферов, потом это всё заглохло. И сейчас вот последние годы, вот года 3-4, виндсёрфинг в Ивановской области начал зарождаться. Сейчас у нас появился даже клуб. Пока у нас рабочее название «Ветер в голове» называется. Но, тем не менее, у нас всё больше и больше участников. Мы с прошлого года начали нашей командой выезжать на соревнования, участвовать в соревнованиях. Пока вот к нашим друзьям из Сарова в город Виксу мы выезжаем и даже там какие-то места занимаем. О, виндсёрфинг – это доска с парусом. Доска с парусом. А кайтинг – это доска с воздушным змеем. С воздушным змеем. А им ты тоже занимаешься? Да. Или только виндсёрфинг? И кайт, и виндсёрфинг – да. Ну, кайт для меня в нашей полосе больше зимняя тема. То есть на лыжах, где-то там по тому же Горьковскому водохранилищу, либо по заснеженным полям. На лыжах? На лыжах. Можно на лыжах, можно на доске. А, да? И на лыжах тоже можно? На лыжах тоже можно. Ну, я люблю такие вот дальние путешествия, марафоны. Ну, вот, например, в этом году у нас был кайт-марафон от Чкаловска до Юревца. Это примерно 70 километров. Такой вот массовый. Это зимой или лет? Это зимой, да. На лыжах? Зимой, на лыжах. Вот откуда вот эта вот такая тяга к адреналину? И она всё больше и больше или нет? Ну... Ты как-то её гас... Ну, насыщаешь эту тягу? Я не знаю. Ну, мне кажется, мужчину вообще надо какого-то вот этого экстрима периодически, да, драйва, получать. А иначе это выливается в какую-то агрессию, там, ещё во что-то нехорошее. А здесь ты получаешь вот все эти эмоции от природы. Может быть, да, действительно. Изначально просто мне нравилось ходить под парусом, потому что в слабый ветер это довольно такой спокойный вид спорта. Ну, да. Или времяпрепровождения. Да, да, да. А потом это вылилось в серьёзный более. Такой, я имею в виду, нервощекотательный, да, такой? Или ты вообще как вот любишь? Чтобы было спокойно или так вот нервы пощекотать? Ну, конечно, адреналинчик нравится. Адреналинчик можно получать во время соревнований, причём это может быть даже вот просто слабый ветер. Но в виндсёрфинге разрешён пампинг, то есть можно махать парусом, чтобы увеличить скорость. А скорость от того, что ты начинаешь махать парусом, растёт достаточно прилично. И когда вот ты гоняешься там с другими, это прямо, ну, заводит. Когда тебе надо кого-то обогнать там, прийти первым, это заводит. Ну, и, естественно, когда дует сильный ветер, когда ты несёшься над волной, там, не знаю, там, ну, вот когда я засекал там скорость, ну, 40 км в час, это такая приличная скорость. Это ты даже вот моторку какую-то можешь обогнать, например. А особенно вот впечатляет, это есть в сильный ветер гонки слаломные, так называемые, они по дистанции, которые змейкой, люди стартуют прямо вот толпой, несутся на скорости, ты там выгибаешь эти знаки туда-сюда, и вот это вот прямо... Это на воде? Это на воде, да. Это прямо вот верх адреналина такого. Женя, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами, мы тебе желаем успехов во всех твоих начинаниях. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Евгений Романов, ехтсмен, путешественник, а мы с вами увидимся в следующую пятницу в 20.00 на телеканале Барс. Всего самого доброго.